забегая наперёд скажу вот такой у меня получился сегодня металл сплав если интересно как это получить продолжаем смотреть видео так всем привет сегодня хочу попробовать делать бронзу так как моя лампа старая добрая лампа не состоянии расплавить чистую медь буду делать опять так же как и в прошлый раз в одном из видео сначала расплавлю немного алюминия для затравки а далее уже буду растворять в этом алюминии медь и посмотрю достигнули этой точки ну то есть получится ли у меня расплавить ее всю или все-таки дойдет та . когда уже температуры лампы не хватит но мощности лампы не хватит для расплавления меди плавить буду в этом тигели потому что в нержавейке из-за того что медь дорогая все-таки ее найти не так то просто уже для этих экспериментов нержавейки я опасаюсь потому что варил я ее тот тигель обычными электродами вдруг треснет где-то на шве или про горит он иметь у меня просто вытечет в печь так во время всего плавления скорее всего комментировать не буду потому что в прошлом видео я вам что-то рассказывал ветер забивал микрофон и тем более лампа будет гудеть поэтому буду просто показывать но в конце увидим результат выливать я буду опять старый обрезанный фильтр и посмотрим какая бронза выйдет у меня этот эксперимент провожу первый раз плавить буду в этой печи своей старой все поехали в следующий раз Так, ну все, расплавил я медь надо быстрее выливать а то у меня тут и снегопад начинается уже короче буду лить потом расскажу что как было да на этот раз повозиться пришлось не все так просто медь плавить с алюминием постоянно мешать так ладно пусть остывает дальше посмотрим ну уже видно что белое уже не похоже на бронзу мало меди сегодня токарки не будет правда я не собирался наверно уже кто-нибудь скажет как задолбал ты своей токаркой вот а токарки не будет по другой причине сейчас я вам покажу что у меня получилось то есть вот это вот то что я вытащил из фильтра а теперь смотрите что в итоге он вообще не дал усадки этот сплав с фильтра я его достать не смог просто так и поэтому через вот это отверстие начал выбивать и он развалился у меня на куски это слиток смотрите что с него вышло слегка постукивая по нему пробоем его разбил в куски видели что получилось то есть дюраль сплавленный смесью получился какой-то камень я вам сейчас покажу молотком стукну при легком ударе молотка рассыпается в пыль так как вам показать что было видно хорошо сейчас например возьму не знаю какой-то камешек вот этот ручья его молотком сейчас могу перетереть в порошок мне об этом павел рассказывал который советовал медь добавлять в алюминий при расплаве павел привет спасибо за идеи для экспериментов вот теперь смотрите сейчас его просто стукну по нему он делает его можно перетереть порошок вот такие вот дела получается порошок все пыль то есть практического применения такой сплав я думаю дома не найдет меня испортил я кусок меди испортил но алюминия мало было меди было нормальное количество но получилось короче вот такая штука я подозреваю если все хорошо по этой кувалдой ударит рассыпется на мелкие куски почему так или напряжение здесь какое-то ли что может быть объясните мне что это такое же получилось что это за сплав который по виду напоминает камень по структуре своей вернее колется на куски так ну все пойду домысливать что почек что-то как то есть вот получается он фильтр отлился нормально и когда я по нему только слегка начал стучать он начал разваливаться да не знаю я потом как-нибудь попробую его посверлить поточить не получится потому что уже он лопнет хотя попробую потачу сейчас может быть покажу вам что получилось я не буду показывать как точу просто если получится в патрон зажать немножко сниму посмотрю что получится вам покажу короче привет про проточки с него просто пыль ссором сыпется что за камешек получился я не знаю еще раз повторяю и пожалуйста если кто знает расскажите что это такое получилось и где его можно использовать все наверно на этом видео мою заканчивается сегодня не пойми что получилось или или получился эксперимент или не получился подписывайтесь ставьте лайки дальше будет интереснее оставьте лайки дальше будет и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok